Ну что, добро пожаловать в Краснодарский край. Только заехали в Краснодарский край, не поверите, у нас что-то с машиной. Там начало на табло высвечиваться чек, и на скорости она начала как-то вибрировать. Визуально мы ничего такого не видим. Пока мы стоим, проверяем машину, хочу вам показать, какая грязь на обочинах. И так везде, потому что люди останавливаются и просто, ну, свинячит. Бутылки, бумажки всякие на протяжении всей дороги, наверное. Вот, хотя есть прямо остановки, где можно отдохнуть, выкинуть мусор, но почему-то у нас люди любят пакостить. Продолжаем наше движение, и трасса пока до Краснодара М4 в принципе густая, причем даже в обе стороны. Посмотрим, как будут обстоять дальше дела, но пока нормально все, едем. Страиваем Кущевскую. Она остается вот справа. Одна из самых знаменитых станиц Краснодарского края, но не в хорошем смысле. Она знаменита на всю Россию. Вот, дорога идет рядом с этой станицей. Самое интересное, что дорога идет по станицам. Для меня это, конечно, удивление, потому что я думала, что М4, по идее, должна идти как-то в обход их. Но мы вот сейчас на севере Краснодарского края, и будем проезжать те станицы, в которых я никогда не была. Посмотрим, как живут в этой части Краснодарского края. Да, поток машин большой идет через станицу. О, это похожие элеваторы. Точно элеваторы. Ну да, раз сельским хозяйством занимается местное население, то вот он. Здесь и работает местное население. Ехали дорогой и увидели огромные поля подсолнухов. Вот что такое Краснодарский край. Нельзя не остановиться было. Сейчас будем делать фотографии. Видите, какая красота! Они там тянутся до бесконечности. Подсолнухи — это знак, что ты дома в Краснодарском крае. Маленькие желтые солнышки. Я думаю, все, кто приезжает в Краснодарский край, останавливаются, делают эти фотографии, потому что сейчас самый пик подсолнухов. Конечно, еще семечки не созрели, но где-то подсолнухи, кстати, стоят уже с наклоненными полностью головами. Вот. Вот такая красота! Смотрите, какое небо голубое, солнышко светит. Здорово! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фух, ну и жара, просто уже отвыкли. Сходили до подсолнухов, немного поснимали, но, господи, с меня просто трипота сошло. Впереди акклиматизация еще будет. Едем дальше. Продолжаем ехать между станицами, и поток машин очень плотный, но виды живописные. Сейчас видите, какие деревья вдоль дороги высажены. Тополя вроде бы, очень похоже на тополя. И машины все не краснодарских регионов. Вот так вот просто посмотреть, если Ксимс первый, там разные, в общем. Тюки с сеном стоят. Вот такая вот живописная дорога. Видели, что люди останавливаются. Можно вот сфотографироваться. Интересно, да. Подъезжая к Темрюкскому району, мы встали вот в такую вот пробку. Сейчас-то мы еще движемся. Но вы посмотрите, сколько машин, какой поток. Вот так вот летом. Все едут в Крым. С Крыма. В общем, кто собирается ехать на море, готовьтесь к пробкам. Вот так. Такие дела. Заливайте бензин. Ну да. Нет, пробка не закончилась. Она длится, длится многие, многие километры. Я не знаю, докуда она будет. И так каждый день. Каждое лето. Знали бы вы, какие эти трассы свободные в межсезонье. А сейчас вот так вот. Все как черепашки ползут. Темрюкский район. Вы дома. В общем, мы поняли, что пробки у нас очень серьезные. И пока не сделают новую трассу до Крыма, так будет каждое лето. Но вообще есть проект уже. До какого-то там года должны создать эту трассу. соединить с подходом до Крымского моста. Ну, Краснодар, да, Крым. Да. Что тут такое горит? Точно. Плавня горит. Хилая, понятная, светлая. О-о-о. Ну да, я таки сразу подумала, что плавня. На эту сторону, к сожалению. Ну да, на город, да, как раз. Сегодня будем коптиться. Ага. Все, в дыму. В общем, в 7.11 мы приехали. В 7 часов. В 7 часов, да. Вчера мы приехали вечером в Темрюк, но сегодня у нас с утра уже возникли разные дела, и мы будем их выполнять. Будет еще одна задачка сегодня заснять нам участок, который продается в столице Старатитровской, будем снимать с квадрокоптера. В общем, работа есть на сегодняшний день. Мы, если что, напомню, в Темрюке. Ну что, мы наконец-то добрались до Азовского моря. Мы пересыпем. Сейчас будем купаться, если, конечно, нет медуз, потому что в последнее время на Азовском море было нашествие. Спускаемся, как обычно, по нашей любимой лестнице и сразу к морю. Сегодня штиль на Азовском море, а такое бывает, ой, как редко. Да, самый важный будет сейчас вопрос, есть медуза или нет. Морюшко. Вечером солнце уже так не печет, поэтому не сгорим точно. Да, почему-то все так по берегу ходят настороженно, смотрят в воду. Никто не купается. Да, да, я сверху это и видела, когда мы стояли около обрыва. Ну, я уже вижу, что медуза на берегу валяется, ну, понятно. Ну, что, сейчас узнаем всю правду. Вот они, медузы, которые выкидывает на берег. Корнироты. Честно говоря, как-то даже попахивает на берегу, потому что, ну, вот, вот оно все. Просто бэ. Ой, да уж. Стиль-то вроде стиль, это прекрасно, но что там внутри? Коротко про нашу дорогу. Для меня дорога была не такой сложной. В принципе, я высыпалась и периодически меня вырубало в пути. Но, конечно, водителю ехать так далеко, это непросто. По пути много заправок, много где можно остановиться, можно покушать. И если вы едете по платной дороге, в принципе, дорога хорошая. Но, не считая, конечно, Ростовскую область, там ямины огромные на дороге, огромное количество сотрудников ДПС. Но, вот, когда мы приехали в Темрюкский район на Азовское море, Голубицкое, Пересыпь, Кучугуры, в общем, Темрюк, то здесь нас ожидала самая большая пробка. Самая большая пробка за всё время нашего пути. Люди возвращаются с Крыма, и весь район стоит. Саратиторовка стоит, ну, объездная. Стоит дорога в сторону Курчанской до Коржевского. И нам повезло, потому что мы ехали и в нашу сторону, на море не было провок. Но обратно, обратно там коллапс настоящий. Но главное, что мы дома, мы на море, будем отдыхать, купаться. И показывать вам обстановку на побережье, и на Черноморском, и на Азовском. Потому что, ну, как вы видите, если такая обстановка сложилась, что медузы, что невозможно купаться, нет смысла даже ездить на Азовское море, то надо ездить на Чёрное благо. Выбор есть, Чёрное рядом, поэтому самые классные пляжи, веселовки на Чёрном море, Бугасская коса, нас всё это ждёт впереди. Оставайтесь со мной, пишите ваши комментарии. Я надеюсь, вам понравились вот эти вот мои несколько видео нашего путешествия. Поделитесь в комментариях своим опытом путешествия на автомобиле с севера или с центра на юг, в Крым. Потому что сейчас стало очень модно ездить, путешествовать именно на машине, останавливаться в кемпингах. Поделитесь, будет интересно почитать. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Всем спасибо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok